Не фоткаю, а снимаю видео. Настя, делаете ли вы прививки? Я делаю прививки мальчикам по календарю иностранным. Как же бесит эта родинка у вас? А вы видели, что у вас какая-то грязь под носом? А вы видели, что у вас гвоздь? А ты не пробовала это удалить? И так далее. Это самые-самые любимые, как сказать, комплименты, которые мне делают новые люди, которые попали на мой канал. Отвечаю, это не родинка. Это пирсинг. Это самое страшное, что вы могли себе представить. И я не знаю, буду ли я это вообще когда-то снимать или нет. А еще всегда на границе. Если я вдруг уберу это, меня на границе будут все спрашивать. То есть мне нужно переделать еще сразу паспорт автоматически или на визах, или еще где-то, потому что эта штука воспринимается на фотографии действительно как родинка. Вопрос. Настя. Давно не было Николь. Как у нее дела? Дела у нее отлично. Она живет у нас на два фронта. Она живет у бабушки, когда мы куда-то отсутствуем. Либо дачный сезон, она всегда на даче. То есть она живет и у нас, и у бабушек-аркашных родителей. Но может быть она даже переехала бы к ним. Но вот он не разрешит. То есть он ее обожает. Один из любимых вопросов, которые мне задают из каждого вопрос-ответ из серии к серии «Сколько мы хотим детей?» Сколько будет оно, столько детей. Так, есть один очень интересный вопрос, о котором мне хочется ответить. Настя, как казалось на вашей жизни отсутствие отца? Смог ли свехор его как-то заменить? Что я могу сказать? Да, свехор было очень много лет. У меня есть старший брат, который старше мне на 9 лет. И мне кажется, именно это как-то отчасти способствует, за что он меня держал. Ну, не могу сказать первым, что в ежовых, но в таких достаточно стоит. Как ты относишься к веганам? Ребят, вообще, вот настолько мне параллельно. Каждый человек сам выбирает, что ему нужно. Вообще, мои отношения никак к этому не меняются. И дружба, и отношения с этим вообще никак не связаны. Мне мороженка моя. Отпускай. Моя мороженка. Ты снял? На. Давай, этот папе отдадим. Какой у Аркаши характер? Ругаетесь ли вы? И если да, так, то как и почему? Все карты вам раскрыть. Да у меня муж ангел, да? Просто, просто ангел. Ругаемся так же, как и все. Я очень вспыльчивый. Аркаша очень вспыльчивый. Но я вообще истеричка, да? Ты нервная. Я нервная. Сразу драться начинаю. Сразу дерусь ногами, пинаюсь. А как и почему, как, ну, короче. Ругаемся и миримся. Конечно, самые любимые вопросы, это про мальчиков. Настя, водишь ли ты робика на развивашке или считаешь, что рано? Я считаю, что у него сейчас главная развивашка, это тянуться за Германом, что он, собственно, и делает. А и второй вопрос. Я потеряла. Не потеряла. Вопрос про зал, про похудение, про мое строение ног. Но когда мне пишут комментарии из серии Настя с ногами перебор, нужно похудеть, мне все время хочется ответить, но я не отвечаю. Но вы прикалываетесь, что я этого не вижу? Вы думаете, я как бы это не знаю? И вы капитан-очевидец? К сожалению, это самая-самая больная моя тема. И что бы я ни делала, как бы я ни делала, у меня с ногами не происходит, что что-то происходит, или они подтягиваются. Это все такое минимум. Я не знаю, как с этим бороться. Вот я сходила к врачу, и получилось, что у меня там внеклеточная жидкость. Жира у меня нету. И получается, огромные ноги, такие не слишком подтянутые, это все заполнено водой. Как это убрать, я пока не понимаю. Я не знаю, на что мне надо решиться, чтобы это все исправить. Но когда мне люди это пишут, мне просто кажется, наверное, зная, как я тренируюсь, как я это делаю, явно я с этим как-то пытаюсь бороться. Так что это отчасти моя больная тема. Так, что ты предпочитаешь больше? Комфортный отдых отеля возле моря или экстремальные походы в горы? Честно сказать, конечно, я люблю больше экстремальное, но мой муж любит полежать в отеле. Так как мы ездим вместе и с детьми, на данный момент у меня релакс море. Ваша первая поездка за границу. Это был Таиланд с моей мамой в 14 лет. И там мне косички сделали, я помню, вот здесь две и здесь, две по пробору, такие тоненькие, красивые, с бусинками. Да. Первая поездка была. И сразу такой длинный перелет. Настя, вы в Турции, какие отели можешь посоветовать? Спасибо, хорошего отдыха. Спасибо большое за... Итак, ответ будет такой. В Турции настолько много отелей, мне кажется, они каждый сантиметр стоят и каждый абсолютно может найти себе как по цене, так и по качеству. Вот, читайте. Я сама лично всегда просто читаю отзывы на TripAdvisor, где люди самостоятельно пишут, я не раз это уже рассказывала. На букинге смотрю картинки и выбираю, куда мы поедем. Так что Турция так быстро меняется, так много всего нового строит, поэтому что-то конкретное я не знаю, что вам советую. Спустя мой уже второй отпуск, я могу смело ответить на вопрос, как ведут себя ресницы на море. Если их не трогать, то они, наверное, себя хорошо растут, ведут. Первый раз у меня были ресницы 2D объем, который мне не понравился, потому что создает кукольный текст. Сейчас я себе сделала естественные, как это они там называются. У меня было от 11 до 8 миллиметров. И 1 к 1. 2D это что? Это берется одна ресница и по бокам приклеиваются по еще одной и получается у вас всего 3, то есть вы понимаете какой-то объем. А обычная это ресничка к ресничке. Вот. И у меня было от 11 до 8 миллиметров, и мне очень понравился этот эффект. До сих пор еще держится, хотя я уже тут больше 2 недель нахожусь, так что неплохо и делается быстрее. Скажи, пожалуйста, вернулась ли к сахару или до сих пор не ней? Вернулась. Вернулась, но знаете, как скажу, первую неделю совсем отбивает желание, но это привычка наркоманская возвращается очень быстро. Я не ем как пылесос все подряд, но привычка есть сладкая возвращается. не выдурать. В принципе, если не дозировать очень быстро, но обратно на свои места. Какая у тебя была мотивация к снижению веса? Мое отражение в зеркале. Оно до сих пор меня мотивирует на все, все-все мои действия. Пожалуйста, есть ли у тебя идеал женской красоты? Я могу сказать, что мои идеалы меняются с возрастом, меняются отношения. Я очень люблю красивых девушек, очень люблю. И я готова их обсуждать и с мужем. И красота для меня это статность. Не столько фигура. Фигура по умолчанию должна быть не худая, должна быть всегда подтянутая. Я не люблю прям худых-худых. Мне обязательно, чтобы девушка была рельефная, чтобы у нее ручки были аккуратные. Ну, такого плана, если у меня красота своя. Вот. Можно быть большой, но можно быть ухоженной. И вот статность, что я имею в виду, когда ты видишь, что... Как это объяснить? Для меня, знаете, кто мне нравится? Вера Брежнева и Жанна Бадоева. Вот эти две девушки, которые мне очень нравятся внешне. Куча других существует, но эти вот, которые у меня сейчас сразу ассоциация. Когда ты проходишь мимо и понимаешь, что это вот она, и она из себя очень много чего представляет. У нас такой красивый закат, смотрите. Именно на нем я захотелось завершить наш вопрос-ответ, который я мучаю уже очень давно и никак не завершу. И вопрос звучит следующим образом. Сейчас поставлю камеру и отвечу. Итак, Настя, расскажи про свое любимое место. Куда ты готова возвращаться снова и снова? Привет из Латвии. И второй вопрос. Хотела бы ты поехать куда-то отдохнуть на несколько недель, а дна, если да, то куда? Место, куда бы я хотела возвращаться? Слушайте, а тяжело ответить. Таких нет мест. Нет, наверное, они есть. И знаете, иногда спрашивают еще другой вопрос. В каком месте ты чувствуешь себя максимально комфортно и так далее? Я теряюсь вот сходу, не могу ответить. А второй вопрос. Куда бы я хотела поехать одна? Одна, наверное, я вообще никуда не хотела. Потому что я нуждаюсь в людях, я нуждаюсь в компании, я нуждаюсь в обмене эмоций, впечатлений. Так что точно, точно не одна. А куда бы хотела поехать? Наверное, я бы поехала с любимым мужем. И у меня в мечтах это Новая Зеландия, Австралия и Норвегия, Фьорды. Да, вот такой вещью я болею, мне туда хочется. И туда, наверное, ехать нужно уже без деток или детки, когда уж совсем подрастут. Ну, явно не в 4-5 лет. Так что, да, вот такие вот места. Спасибо вам огромное, что посмотрели мои вопросы-ответы. Возвращаемся в Москву. И теперь я попозже чуть-чуть сниму тоже вопрос-ответ. Но уже на месте дома. И это явно буду собирать быстрее, чем здесь. Но все равно, я думаю, что вы получили ответы, которые хотели.